Всем привет! Меня зовут Оля Грейс, и сегодня я решила снять видео «Вопрос-ответ». И я не знаю, либо это будет «AskOliaGрейс» называться, или просто реально «Вопрос-ответ». Вы задавали мне вопросы в Твиттере, и сейчас я буду читать из Твиттера ваши вопросы и отвечать на них. Итак, хэштег «AskOliaGрейс». И здесь приличное количество вопросов вы позадавали. То есть вопросов 10 точно уж будет. Первый вопрос задала Дара Кивель. Надеюсь, правильно читаю. Какие фильмы и актёров, режиссёров ты любишь? Я люблю приклю... приклю... Я люблю комедии с элементами приключений, но комедия без приключений — это нереально, поэтому это взаимосвязано. Также я люблю мелодрамы, драмы, где всё странно заканчивается. Ещё мой любимый фильм из этого же разряда странных каких-то психоделических — это фильм «В доме». Просто шикарный. Последний фильм, который я смотрела 50 раз, я вам не вру, реально 50 раз, называется «Кто я?». Но это не «Кто я?» про Джеки Чана, а современный про хакеров. А, по поводу актёров вспомнила. Мне очень нравится Эндрю Скотт. Это человек, который играет в британском Шерлоке Холмсе Мориарти. Есть ещё очень много в фильмах, много актёров, которые мне нравятся, но я реально, когда снимаю видео, все они из головы вылетают. И это очень ужасно. Каких режиссёров ты любишь? Тим Бёртон, кажется, крутой режиссёр. Я не читаю половину того, что написано под фильмом. Я просто смотрю фильм. И если мне понравился какой-то определённый актёр или актриса, я смотрю в названии, в главных ролях, кто это, и с этим актёром или актрисой ищу фильмы и смотрю их, пока мне не стошнит. Потому что, ну вот такая я. Хочу смотреть — смотрю. Прям до упору и до упаду. Ещё один вопрос от Дары. Каким животным ты хотела бы быть? Наверное, бы кошкой, пантерой, наверное, быть. Но обычной кошечкой нет. Пантера. Или рысь. Но однозначно что-то из разрядных кошачьих. Арина Стакир спрашивает. С какой бы знаменитостью ты бы хотела встретиться? Что касательно карьеры, я бы хотела пообщаться с Настей Каменских и Потапом. Потому что Потап, он реально крутой продюсер. Он продвигает проекты, время и стекло, и мозги. То есть он очень хорошо раскручивает. Вот в плане консультации, как себя раскрутить в шоу-бизнесе. Сколько нужно инвестировать в себя, чтобы как бренд раскрутиться на всю страну, чтобы тебя знали. И потом раскручиваться на другие страны. То есть США, допустим. А что касательно просто пообщаться или увидеть человека. Знаменитость, наверное, Селена Гомес и Кейси Нейстед. Посмотрите его видео. Вы офигеете. Вы подсядете на его видео и будете смотреть, пока у вас не покраснеют глаза. Ещё один вопрос от Арины. У тебя есть парень? У меня нету парня. И как бы пока что он мне не нужен. Дара снова спрашивает. Что бы ты выбрала? Встречу со всеми голливудскими звёздами или стать невидимкой? Стать невидимкой это значит, что меня совсем не будет видно. А моё стремление быть на виду всех и быть известной тогда сведутся к нулю. Если я буду невидимкой, меня не увидят. Но с другой стороны я смогу воровать деньги в банке. Или посмотреть пин-код от хранилища, где хранятся деньги. И туда попасть. Но всё-таки сигнализация на меня сработает, но люди меня не увидят. И они смогут меня арестовать. Но если я невидимка, я никто. У меня не будет ни имени, ни фамилии, ни друзей. Я буду одиночкой. И это не будет приносить мне радость. Деньги нужны для того, чтобы тратить их на эту одежду все радости. А если я невидимка, зачем мне носить одежду? То она будет видимая. Я не смогу тогда людей воровать в банке деньги. Вот о чём я сейчас говорю? О том, чтобы воровать деньги в банке. Это очень странно. Я бы, наверное, всё-таки выбрала встречи со всеми голливудскими звёздами. Потому что если со всеми, по отдельности, с каждым из них поболтать по полчаса, с каждым позадавать вопросы, интересующие лично меня, то я бы смогла перенять у них опыт. Таким образом, я бы смогла выстроить свою карьеру и не повторять ошибок, которые повторяли они, и стать успешной и знаменитой. И потом бы люди ко мне приходили и говорили бы, Оля, ты такая знаменитая, можно мы с тобой пообщаемся? Так до этого я ходила к другим и говорила, пожалуйста, может я с вами пообщаюсь? Но это всё-таки круто. Выбираю со всеми знаменитостями встречу. Это более продуктивное и рациональное мышление, потому что оно принесёт свои плоды. Арина снова спрашивает. В каких странах ты была? Ещё можешь передать мне привет? Привет! Я была только в Украине. И нигде больше за рубеж я не выезжала, к сожалению. Ксения Иванченко спрашивает. Ты любишь своих подписчиков? Я просто обожаю вас, ребята. Если бы я вас не любила, я бы не снимала вам два раза в неделю видео. То есть раньше я снимала один раз в неделю. Когда я увидела активность на канале, я решила снимать больше видео и радовать вас, чтобы вы не умерли со скуки после школы. Потому что я знаю, что после школы, после уроков очень тяжело. Сосредоточиться на домашних заданиях, хочется развеяться. Поэтому все идут в интернет и смотрят какие-то развлекательные видео. И да, ребят, спасибо вам, что вы меня реально поддерживаете. Вот те комментарии, которые вы пишете под видео, типа, ой, классное видео, мне понравилось. Или в Инстаграме, или в Твиттере что-то пишите. Это очень приятно, это мотивирует работать дальше. И после общения с вами я иду, снимаю новые видео или иду, просто монтирую. То есть вы мне вдохновляете. Это как бы взаимосвязь. Я вдохновляю вас, вы вдохновляете меня. Такой вот фидбэк, отдача каждому из нас. Очередной вопрос от Ксюши. Кого смотришь на Ютюбе? У меня несколько Ютуб-каналов. На одном канале я подписана на одних людей, на другом канале на других подписана. И могу точно сказать, что в основном я смотрю Катю Клэб, Сашу Спилберг, Соню Эйсман. В принципе, я снимала видео на своём канале, кого я смотрю на русскоязычном Ютюбе и кого я смотрю на зарубежном Ютюбе. Также я смотрю Кейси Нейстеда. Также я смотрю Брайан Маппс, его скетчи. Просто улёт. Очередной вопрос от Ксюши. Почему начала снимать видео? Твой любимый фильм-сериал. Начала снимать видео, потому что у меня была депрессия. Я училась в университете. И после пар я приходила, все разбитое. Доходило до того, что я помню, я купила себе две банки пива 0,5. Я пила их дома. Депрессия меня просто разрушала. У меня был психоз, потому что я ожидала в университете одно, а получила... вот, дулю с маком я получила. Я платила деньги 900 гривен в месяц. А мне говорят, иди сделай то, сделай это, и мы тебе ничего не должны. И я шла туда, чтобы выучить английский язык в совершенстве. Но почему-то меня запихнули в группу, где учат испанский. Но помимо этого испанского, там пять уроков испанского идёт. То есть грамматика, фонетика, УПМ, там ещё что-то. Добавили нам латынь, и антическая литература, и просто литературоведение. Какие-то такие предметы, которые нафиг никому не нужны. Но по предметам, которые кроме испанского, грузили больше, чем по самому испанскому. И я думаю, вот как мы, студенты, будем это учить, если нас по всем разным предметам заваливают? Ну, идиотизм какой-то. Я приходила домой, меня бил психоз. Меня вообще выбивалось, когда и то, что испанец говорит, Мельникович, молчи, зачем ты говоришь? Ты делаешь ошибки, лучше бы ты не приходила на пары, или лучше бы ты вообще молчала. Просто сиди молчи. Я могла три пары подряд сидеть и молчать. Но YouTube меня спасал. Изначально я создавала канал, который назывался Оля Мельникович. И я начала снимать влоги. Я просто брала камеру и говорила, «Всем привет! Меня зовут Оля Грейс». Вернее, я тогда ещё не была Оля Грейс. Я говорила, «Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня я иду туда-туда». И рассказывала на камеру, что я делаю. Я ходила в музыкальную школу. У меня единственная отдушина осталась там музыкальная школа. Я играла на фортепиано и занималась эконем-вокалом. Но там тоже прессовали меня, потому что последний год с меня выживают сисоки. Мне хотели в музыкальное училище запихнуть, в котором я никому не нужна. Точно так же, как в университете. И я понимала, что нужно что-то менять. Я снимала видео. Это реально меня как-то разряжало. Если бы не видео, я бы, наверное, повесилась. Ну, прыгать с крыши я бы не решилась. Страшно. А повеситься можно. Или таблеток бы напилась. То есть, понимаете, я была на грани уже самоубийства, но YouTube меня спасал. Любимый фильм или сериал? Фильм «Кто я?» про хакеров 2016 года. Лиза Мич спрашивает. Ты любишь читать? Если да, то скажи, у тебя есть любимые книги? И какие? Читать я очень люблю. Любимые книги у меня есть. И они все по бизнес-обучению, по тайм-менеджменту. И первая книга, которую я начала читать, это книга Брайана Трейси. «25 секретов достижения максимума», кажется, так называлась. Боже мой. Если бы не Брайан Трейси, я бы не знаю, я бы была в полном дне сейчас, и я бы не умела владеть своей жизнью. Элементарный список покупок люди не могут написать. Список дел на сегодня — это то же самое, что список покупок. Брайан Трейси это все оговаривает, что это сэкономит вам время. И вы знаете, мне все реально, все его книги помогли экономить время. Я сейчас пришла с работы, быстро переоделась, быстро сняла уже одно видео. Сейчас это, второе видео я снимаю. Потом я это все залью на компьютер и буду монтировать. Возле кровати у меня лежит книга. Это Ричард Брэнсом «К черту все, бери, сиделай». Этот человек — самый большой в мире неудачник. Неудачник, потому что у него очень было много неудач в жизни. Но благодаря тому, что он, претерпевая все неудачи, не сдавался, он бросал себе вызов. Челлендж, жизненный челлендж. То есть, смогу ли я там за год заработать миллион? И он за год старался заработать эти деньги. Если он не мог этого заработать, или у него там он вложился в бизнес, прогорел, он опять зарабатывал деньги, вкладывался в бизнес, прогорел еще раз, еще раз. Бизнесменами становятся не с первого раза, и не все так просто. Здесь просто написано на его жизненной истории опыт. Он делится опытом своей жизни и ошибками, которые он допустил. Вот столько я прочла. Это я еще не прочла. Книгу я читаю где-то 4 месяца. Все потому, что на ночь я не успеваю почитать. И если я что-то читаю, то для меня это просто счастье. Потому что эта книга меня вдохновляет очень сильно. Также у меня очень много книг по бизнесу и тайм-менеджменту. По Брайду Трейси очень много литературы новой, которую я просто не успеваю читать. Да, расспрашивает. Твой любимый цвет губной помады? Наверное, нюдовый и какой-то такой нежно-розовый цвет, такой вот легковишневый оттенок. Что должна уметь каждая девушка? Первое, приготовить себе покушать. Второе, великолепно выглядеть. И не важно, какое у тебя настроение. Также девушка должна иметь чувство юмора. Я бы хотела научиться курсам актерского мастерства, немножко подтянуть свои навыки. Наверное, я бы еще хотела научиться терпению, сдержанности, как у реальных, настоящих бизнесменов. Что любишь фотографировать больше всего? Я очень люблю фоткать природу, пейзаж, закат. Это мне очень нравится. Но иногда я люблю фоткать жучков, всякая макросъемка, там, где маленькие объекты, и ты приближаешь их. И на кадре очень видно фокус, что вот объект малюсенький, он в фокусе. Все остальное размыто. И это очень красиво. Мне просто доставляет это огромное удовольствие. Как должны начинаться выходные? Выходные должны начинаться в среду. В среду вечером. И заканчиваться в воскресенье вечером. Потому что двух дней выходных мне не хватает. Кстати, если вы за то, чтобы выходные начинались со среды и заканчивались в воскресенье, то ставьте палец вверх под этим видео. Сними челлендж или вызов принят? Вопрос как-то задан странно. Потому что челлендж — это и есть вызов. Ну, как бы я уже сняла челлендж, который вы называете «вызов принят». И скоро он выйдет на моем канале. Кофе или чай? Это очень сложный вопрос. Знаете, я могла бы всю жизнь рассуждать, кофе или чай. Но, знаете, я кофеман. Я люблю кофе. Я всегда любила кофе. И когда училась в лицее в 11-м классе, я пила по 5 чашек кофе. Одна чашка 250 мл крепкого кофе. Три чайные ложки кофе плюс две чайные ложки сахара. И эту адскую смесь я смешивала и выпивала за две минуты. И в течение ночи я еще выпивала 4 чашки. И это позволяло мне до 4 утра учить уроки. Да, это было очень весело. Но ужасно было то, что после того, как я выпивала кофе, у меня вот так вот, просто вот, реально вот так вот просто дергались руки, и я не знала, что делать. И потом я поняла, надо переходить на зеленый чай. Сейчас же я пью просто травяные отвары и очень редко я пью кофе. Какая обувь, по твоему мнению, удобна для девушек? Ну, для меня самая удобная обувь это какие-то крутые ботинки, например, тимберланды. У меня тимберланды, но они, я так полагаю, что они фейк. Потому что оригинальные тимбы стоят очень дорого. В общем, они классные, удобные, мягкие. Для зимы просто шикарно. Что касается весны, ну, наверное, это какие-то туфельки, мягкие, комфортные, без каблука. Самая удобная обувь в Украине, или, в принципе, не в центральных городах, это кроссовки. В Твиттере вопросы закончились, поэтому я зашла в Инстаграм, и мне здесь задают вопрос Уланач 2000. Из-за чего ты захотела снимать видео? У меня был стресс, и я просто начала снимать видео, чтобы как-то отвлечься от всех проблем и найти единомышленников. Потому что схема учись, работай, умри меня просто не устраивает. И меня кумарило то, что люди реально 40 лет или 50 пашут на работе, потом пенсия. Фиг да нифига, я такая-то нет. Надо заниматься любимым делом, а не ходить на нелюбимую работу. Собственно, я сейчас тоже хожу на нелюбимую работу, но я помогаю маме. М.С. Алинка спрашивает, что бы ты хотела на Новый год? На Новый год я бы хотела, чтобы Санта-Клаус забрал мои жирные ляжки и сделал мне красивые скулы, и чтобы мои волосы выглядели шикарно, а не так, как они обычно выглядят. Ну что... Ну что вот это вот? В общем, на Новый год я бы хотела, чтобы у меня ляжки забрали, чтобы вес уходил хорошо, и чтобы мои видео попадали в рекомендованные, чтобы вы просто посмотрели мои видео в захлёб, чтобы у меня получалось снимать видео намного лучше, чтобы моё мастерство росло с каждым днём, и качество монтажа улучшалось, чтобы я монтировала так же круто, как Мариана Ро, чтобы я снимала крутые скетчи, точно так же круто, как Брайт Макс, и чтобы вот я была красивая, и всё у меня было по-девчачьему классно, как у Маши Вэй. И это были все вопросы, которые вы мне задавали в социальных сетях, больше вопросов нету, и если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, обязательно жмите на колокольчик, потому что YouTube спрячет моё видео от ваших глаз, если вы не нажмёте на колокольчик, ну, такой уж он в последнее время балованный стал. Так же не забывайте делиться этим видео с друзьями, оставляйте свои комментарии под этим видео. А с вами была я, Оля Грейс, и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok